Он от тебя будет убегать, она в сетках стоит. Ну якобы Дизраптор его закрывает. Вчера NoOne фидел на Mipa, этому Дизраптору бегал в рофл-катке. Ну, NoOne, кстати, до вчерашней игры, вы просто на этом стриме работали, на основном нам показывали статистику, но у NoOne до вчерашней игры было 0 игр официальных, 3 игры в пабе сыграно 0% винрейт и KDA 0.74. На ком? На Mipa. Нормальная статистика. Он был очень плох на этом герое. Но вчера выиграл. Ну, видимо, где-то на фейке там, конечно, тренировал, понятное дело. Ага, не палит. Что вряд ли он прям вообще ни разу в жизни не выиграл на Mipa, ему взяли этого героя. Хотя, может быть, почему бы и нет. В ВП вчера уже диспетфанились. Насколько я знаю, NoOne любит на фейках играть. Очень часто в паблике. Да, очень часто в турнирах на фейках играет, если вспоминать саммит. Так что, почему бы и нет. Ну что, будет Mipa или нет? Я даже не знаю. Джигарнаута забанили. Самый идеальный вариант. Но почему бы не взять Mipa, если все так идеально получается? Я тоже так считаю. Почему бы не взять Mipa? Но почему-то, мне кажется, это будет не он. Мне кажется, это будет тролль какой-то. О, боже. Ой, конь-огонь! Старый друг лучше новых двух. Классный герой. Много их. Так они могут вообще триплой сложно отправиться? Снайдшедов демон лишат. Боже, это же страшная сила вообще. Это же просто монструозная трипла. Это же вообще как с ними бороться с такой триплой? Да, триплой сильная, но из минусов Клок, то, что будет против ДС стоять, не очень приятно, если честно. Ну, видели мы сегодня против ДС, а кто у нас был? У нас был Никс, отстоял нормально. И был Андерлорд, отстоял ну так себе. Ну, Никс, ладно, у него там много регена. Ману он, видимо, высасывал как-то, не хватало на щиты. Ну, более-менее там, да, генерал отстоял. Ну, вот, да, с Дарксиром против, клокверком против Дарксира, тут я согласен. Тут будет, наверное, немножко сложновато играть. Нет, все-таки, наверное, в легкую пойдут, оставят там ЦК, такой триплой, и ДС может даже не приходить на линию. Ему там абсолютно ничего не светит. Будут прятать, встанеть, притягивать. Сразу идет Лиса, оставят одного ЦК, наверное, на линии, и саппорты будут навещать какой-то мид. Ну, посмотрим, посмотрим, как это будет. Давайте смотреть игру. Вторая карта, нет мипа, шансов больше. Спирит против Эмпайр начинает прямо сейчас, смотрим. Ага, интересное ТП. Не получилось ничего завартить. Читает. Читает. Читает сразу ФНГ, и... Не факт, возможно, он шел заварт туда, ставит тоже в ответ. Но ничего не получилось ни у одного, ни у другого. И была у меня такая мысль, то, что могут начать Шэдоу Демон и Лишрак с нижней линии, где-нибудь там спрятаться в лесах, и под Клака кого-то и на ФБ забрать можно. Ну, кстати, очень часто так делают многие команды, в частности, Эмпайр очень любят, когда они на легкую отправляются, трепло они в спину двух героев прячут, выходят из лесу там. Ну, вот на этот раз, на этот раз они вряд ли так будут делать, хотя, кто его знает. Игра будет веселее, чем прошлая. Это точно, это однозначно. Ну, главное, чтобы до третьей игры все не взошло, потому что там Эмпайр забанят им, может, наконец, мипы их, и можно и отлететь в лузера. Да, действительно, будут проблемы. Не хотелось бы, конечно, Эмперии отлетать в лузера. Империя, понятное дело, подходила к этому турниру одним из фаворитов, с точки зрения, что они все-таки выиграли квалификацию на DAC, но мы уже говорили, и все, наверное, говорили о той квалификации на DAC. Все-таки та квалификация на DAC не совсем показательная, просто по той причине, что, ну, Virtus.pro на ней, по сути, не участвовали. И Империя должна быть, наверное, благодарна интернету на буткемпе Virtus.pro, что они едут на DAC, но мы так и не увидели настоящие встречи Empire Virtus.pro, Best of 3, Playoff и так далее. Да, мы видели здесь в группе, но, опять-таки, B1C рулетка, мы же знаем очень хорошо, поэтому увидим. Может быть, в плей-оффе, если Империя эту карту выиграет, через несколько часов увидим сразу же, что будет интересно. Так, ну, поехали. Вот он, Свардар в миде против FN. Ну, уже классика, приходит мид помочь как-то поднапрячь рожеского мидера, но FN, думаю, все нормально будет. FN уже вчера показывал очень даже не слабо такого Магнуса. Так, там на топе нападение, БЗЗ делает ТП. Так, а это... А почему он на базу полетел? Мне кажется, спириты думали, что МПР пойдет сложно, этот реплой. И поэтому отправили Урсу на топ. Логично. Ну, тогда вопрос, почему БЗЗ летел на базу, а не на нижнюю линию? Тоже непонятно. Он был фуловый вроде как. Да, он был фуловый. И сейчас он пешком бежит на нижнюю линию. Ну, да ладно. Может быть, ошибся, может быть, там дабл-кликнул случайно, уже не хотел отменять. Понятно, дело, лучше пробежаться. Ну, вот придется сейчас Дарксиро уходить на топ. Опять-таки стпшки, что-то типа того. Гостик уже немножечко своего тут получил. Т2 крипстат, пытается мешать по басу. Неудачные итоги. Ну, сейчас Гостик увидит, что пришла сюда Урса, сразу до Стэнфу. Ну, и сразу все понятнее станет для Team Empire. Урса много времени потеряла. Очень много. Там еще на топе, пока получает экспу, хотел сказать Лил. Я уже привык, что он играет на этом герое. Это как я постоянно путаю, говорю про вегу и хочу туда и фнг приплести. Ну, да. Привычка, привычка. Очень долго запоминаются вот такие стабильные игроки, которые играли в одной команде, а потом они оказываются в другой команде. И очень сложно привыкнуть к этому. Ну, это понятно. Так, что-то задумали Kingarimi и Пошка. Бесмакать тяжеловато, мне кажется, будет. Подождали руну. Возможно, надеялись на какой-то инвиз или хастун. Ну, то айсберга можно поймать, если это слишком забыкует, конечно. Но айсберг осторожно. Далековато. Или успеет. Не достанет лишь шаг. Успевает, успевает, успевает стан. Да. Отвести над фн его, наверное, или так будут забивать? А он не качал, по-моему. Он не качал скивер. Да, нет у него скивера. Он добивает? Да. Все равно все отлично. Фбет для фн. Ну, и вот они. Kingarimi и Пошка. Вот та связка, о которой мы говорили в ревью пика. Старая, добрая, допотопная. Не один раз мы видели. Вот эту связку саппортов. Шадоудема Лишрак, Шадоудема Кунка. Бегай, прячь. А они дальше побежали вниз. Продолжать. С Клокверком, с Рокетом, условного Дизраптора. Они там разрывают вдвоем. Есть уже и левел 2. Самое главное у Kingar Проклятие. Помогать так во Скор. Спрятать. Не среагировал, возможно. Kingar, Kingar. Хотя, может быть, не достали. Да, достал бы. Достал бы Лишрак. Здесь полная секунда. Есть время не подбежать. Есть время дать станчик. Ну, и вот создают экшен. А тут конь-огонь уже. Тут конь-огонь. Там залетает по таймингам БДЗ. Это минус. 3 секунды еще. Как везет. Рок еще Чапи так забирал долго. Мог ХП лишним потерять. Вот она триплав сложный. Все нормально. Они нашли БДЗ. Они нашли эту Урсу. И они прекрасно знают, что делать. Они за ней будут охотиться. Просто все карты за этим Урсом Вориером. И что-то мне подсказывает, что это будет не самая полезная Урса в истории человечества. Видели мы сегодня уже Урсу, которую избивали в исполнении Рамзеса. Которую не получалось так бы, как хотелось. Ну и что-то мне кажется, что у БДЗ может получиться такая же Урса, если за ней дальше будет охотиться Хаус Найт и так далее. Вполне могут. Почему нет? Урса улетела на топ. И возможно саппорты тоже сейчас будут притягиваться. Уже вижу Лешрак. Бежит пехом на топ. В миде какой-то выход, возможно, будет на ФН. И ФН просел очень сильно от Айсберка. Но все нормально. Сложно. Без Глимса очень сложно цепнуть и ФНа. Если был бы условный Дизраптор, который выбежал, Глимсанул. Но мы видим, это только ФНГ. Надо вдвоем выбегать. И ФНГ, и Дизраптор. Но опять-таки это огромная потеря времени. Это ты оставляешь в соло свою Урсу. Никакую не можешь защитить. Так, встреча. Глимс, Мипошки. Стан. Тут Кингер рядом. Он будет сейвить, наверное, Мипошку или ФНГ. ФНГ рискует отъехать. Мипошка убегает. И все нормально. Стан закинет сверху. Айсбергу что-то неповадно было. Отгоняет. Пока Саппорт и Эмпайр отрабатывают за всю команду просто. Тут гостик тоже любитель. Покликать эти таунты. Как Ромен. Нормально. Ромен покликал уже. Я тут кто-то в Твиттере пытался написать, что в доте иногда таунты срабатывают рандомно. Нет такого. Не срабатывают. Есть. Есть, когда ты делаешь какие-то несколько киллов, допустим. Или Данай Штавр. Бывает такое. Но вот когда там Ромен выбегал, там явно. Там явно, да, не та ситуация. Не та ситуация. Там явно, по-моему, таунт не случайно. Сработал. Просто потроллить решил. Ромен. Ромен веселый парень. Очень. Мид прилетает Лишрак. Абузит Боттл ФН. Все у него идеально. Или может даже ганг. Нет, вряд ли один Лишрак там загангает. Ну и как-то отпускают эту Урсу. Не работают больше в двойке. Нормально, нормально. Сейчас будут подтягиваться. Урса-то что-то. Пятый левел. Пусть немножко пофармит. Только нечестно, что мы прям совсем избили. Посчитали, наверное, Кингер с Мипошкой. Дадут немножко подышать БЗЗ. Фейзы хотят заработать. И потом будут нападать дальше. Так, ФНГ этим временем пытается вместе с Ванскором кого-то поймать в своих лесах. Здесь никого нет. Здесь есть только Вижен от команды Эмпайр. Все прекрасно видит имперцы. Очень вовремя туда поставил вард. Как раз такими пошка. Ну, Фобос фармит. Фобос фармит. Фобоса все отлично. И будет покупать Доминатор. Вчера я журил за это Хакона. То, что он вместо Мекки его выбрал. У них был такой хороший тимфайт. Могли идти с Меккой. Но в итоге он взял Кентавр и в один момент стянул под него. Подстанил. Это было очень круто. Да, надо успевать прокликивать. Ну, Доминатор все-таки это сейчас must-have артефакт. И даже на таких героях, на которых, казалось бы, это не имеет никакого смысла. Все равно покупает, покупает довольно часто. Нам обратили наше внимание только что обзерверы. Мы как-то, я как-то сначала не подумал про это. Но у Хаус Найта в Квикбайе чудесный артефакт. Ой-ой-ой, будет ли есть под сейв. Подбегает сюда у нас Хаус Найт. Залетает в станчик на 4 секунды. Ну, бывает, да, у Хаус Найта хэнд оф Мидас. Даже так. Ну, подожди, скорость атаки дает, дает, все нормально. Ну, быстрее купят какие-то айтемы. Я думал, конечно, поагрессивнее будут играть. Купят какой-то армлет. Тараску сразу. Мне не нравится Мидас на Хаус Найте, но ладно. Всегда есть отмазка. Хаус Найт все-таки нужен, вот есть, и так спит, все. Ну, и фармит этот герой не очень быстро. Ну, да, в принципе, это вам не алхимики и не урса, поэтому нужен ему маленький вот такой вот суппорт в виде этого артефакта. Почему бы и нет? Так, ФНГ пока бегает в лесах. Точно там же в лесах тусуется айсберг. Пытается поднять левел, зафармить несколько стаков. Может быть, как-то до Энштаба даже добраться. Но в миде немножко пока Мипошка подличил экспириенс. Четвертый левел ему очень нужен. Мипошка очень бедный саппорт на данный момент. Так же, как и Киенгер. Ну, за счет того, что они очень много бегали, по-моему, дело, не было времени как-то там стакать, какие-то деньги зарабатывать. Ну, то есть, это не лил стайл. Здесь денег не будет. Мипошки у Киенгера огромных. Но ФНГ также получает экспорт в миде. Шестой левел почти есть. Так, может быть, выход на него. Выходит, Киенгер прячет. Ну, это очень легкий фраг. Это очень легкий фраг по ФНГ. То есть, под соулкетчером. В общем, по-моему, второго левела даже уже соулкетчер. Это вообще не вариант. Как-то он совсем наглял, не было никого видно. На чужом ХГ стоит, бьет крипов. Ну, абсолютно очевидный фраг. Ночь. Зря. Интересные стаки. Зря. Есть мидос. Восьмая минута еще нет. Есть уже мидос. О-о-о. ЦК это очень хорошо. БЗ снизу. Оставили его немного. Есть фызы одни. На восьмой минуте не лучший показатель. Но играл бы за тяжелое, выдается пока что. Да, это все. И наторхладывается на топе. Нападение на Фобоса. Фобос без маны. Да ладно, хватает на суши и все-таки убегает. Ну, если бы в соло уже Чапи убивал Фобоса, это был бы уже неприятный такой-то звоночек. Опять-таки... Урту тоже вкачал. Не хватило ПТшки ему. Была бы ПТ, хватило бы маны еще на какой-нибудь спелл. Ну, просто темпчу бы хватило. Так, а тут ФН. Ой, он еще и ДД нашел под эти стаки. Шикарно. Четвертый импауэр. Быстренько фармит Магнус. Мы видим по чертежам Дэнди, скажем так, и ФН собирается. То есть первым артефактом быстренько в Эхо Сейбр. И Сабляй будет дальше уже следующий артефакт выносить. У ФНа все великолепно. И вообще у Импайра все великолепно. 4-0. Хаус Найт фармит. ФНГ ничего не может сделать пока на этом Снордаре. Хотя есть уже Коррозив Хейст. То есть будет более-менее полезен. Развешивает он Амплифай Дэмэдж. И будет бегать. Помогать команде. Хоть как-то. Ну и оба блин побыстрее вынести, чтобы под ДС и как-то врываться станет. Но пока все очень плохо. Айсберг также тут фармит Эншентов. Там ему подстакал ФНГ справа еще в точку. Еще помогает именно с броней. Ну 370 ГП мы видели у Айсберга. Отстает он на 1000 голды от ФНа. То есть ФН зафармил уже свиста кончета в Айсберг. Сейчас это делает. Ну мы видим Урса отстает от Хаснати совсем чуть-чуть. Ну и Клоквик отстает довольно сильно от Дарксира. То есть по деньгам все в порядке у Спирит. Полет идет нормально. Много не проигрываем. 1000 голды. Все хорошо. Саппорты команды и пары общей с Глимс. И есть первый фарм для команды. Отлично. Прячет Ренет. Ага. Немножко. А тут развороть еще можно. Да ладно. В атаку пошел. Цепляет Ванскора. Но тут 3 в 2 в драку будет. Гостик если заберет Ванскора. Там еще остальная команда подтягивается. Так-то. Рядом Мипошка. Есть стан. Как же они играют. Ренет приседает по щитам. Очень больно от ФНГ. РП в одного БЗЗ не лучший РП. Если честно. Ты знаешь. Щиток Дарксира. Здесь нанес просто миллиард демеджа. Проблема у ФНа. Его убили. Чаппи остается один. Дэдстан. Тут же Фобос. Огромные проблемы у Чаппи. Чаппи пытается драться. И вчетвером Чаппи запилили. Тим Вайп. Это провал. Это просто не то чтобы провал. Это просто щиток Дарксира нанес миллиард демеджа. Да. И как-то так вальяжный ФН подошел. Мог дать нормальный РП. Он на пофиг дал в одну Урсу. Которая уже была по дультом. Расслабились Эмпайр. И тут же моментально были наказаны командой Спирит. Причем очень серьезно наказаны. Не надо было догонять. То есть опять-таки команда бежит по одному. Вы бежите. Бежите. Тут сбегают. Два щита колят. Собрали Дарксира. Окей. Дарксирь Дизраптора. Уйдите. Все. Зачем там устраивать какой-то супер экшен. Но они там еще так встали. По-моему это был Кингер и Мипошка вдвоем под стан с Ледочем. Да. Да. Хорошо заехал ФНГ. Но вот мы говорили, что ФНГ не может себя найти на карте. Не может ничего придумать. Но вот здесь нашел. Потому что начало за место было хорошее. То есть хорошо подсейвил Кингер своего Клокверка от Урса. И все казалось бы хорошо. Клоквер пошел в атаку. Но дальше. Черт побери. Нельзя так драться. Расслабили булки, по-моему, Эмпайр. И тут же, тут же были наказаны. Ну и преимущество очень плохо. Так отдавать. Там может и Дизолька появиться. Там и Доминатор уже наклевывается. В БЗ. Доминатор уже есть. Даже готовый даггер уже в Крикбайе. Вот так вот отпускает Урсу. Вот так вот отпускает Урсу. Четыре тысячи нетворца. Урса сразу зарабатывает лишних денег. Тут ФНГ. Но ФНГ будет бежать. Будет бежать дальше. ФН за ним. Хватит ли Шоквейва. Еще один удар надо. Не хватит. Не хватает дамеджа. Еще одного удара не хватило. 30 хп осталось у ФНГ. Был бы хороший фраг. Но мы видим, совсем немножечко не хватило. Слушай, интересно. Я кажется понял, зачем вот Мидас. Там выбежал Кентавр под читом. Тот самый от ДС, под которого будут стягивать. И его съели Мидасом моментально. А это, кстати, крутая идея. То есть постоянно там доминатор от А2. И как только будут выбегать крипы, их ты моментально Мидасируешь. И я не удивлюсь, если условный Мипошка соберет еще хоть Мидас на Мишаке. Почему бы и нет? Даже так. Так, сабля есть у ФНГ. Ну это первый случай, когда я вижу два доминатора в одной команде. До этого одного хватало как-то. Я комментировал игру на Даке на квалификациях. От Европы, по-моему, это было. Там было пять доминаторов. Пять. Это было весело. Пять доминаторов? Не, ну это, наверное, с целью, там, крипами что-то пушили. Да, они реально толкали. Ну то есть там игра зашла где-то в 45-ю минуту, и там саппорта купили по доминатору, и они реально толкали. То есть там было, там просто такой набор аур был невероятный. Там был Чен в игре. Ну вот тоже так. И там был такой набор аур. То есть там были все лесные крипы, у которых бесполезные ауры, и Чен был с аганимом. И, ну, они реально вот эту палочку, они не умещались просто. Так, тут Рокет залетел от Клака на чек Рошана. Немного не по таймингу. И в итоге БЗ спокойно заходит и начинает бить. Так, Розивхей сейчас повешает, чтобы стало попроще БЗЗ. Он, в принципе, и без этого разобрался бы. Второй Рокет. Спалили. И успеет ли? И успеет ли? Еще секунд 7-8. Надо здесь БЗЗ. Надо прикрывать, чтобы не было хукшота. Все верно, сделал Айсберг. Хороший заход. И отличный Russian kill. Так, МПР ничего не сделали. Ой, хорошо, можно ловить Мипошку. Мипошка подбегает Айсберг, начинает его бить. Спрятали Мипошку, но все равно жертвует здесь Мипошкой, понятное дело. И это еще один трактавр в миде надо забирать. Спирит начинает накатываться вот этим вот снежным комом. И это может очень серьезно ударить по шансам Империи в этом матче. Ну, у МПР пока все, мягко говоря, не очень хорошо. У ФНа дела уже не так хорошо идут, как в самом начале. Даггер долго очень фармит. Появляется Мека уже у ДСа после Доминатора. Вообще все великолепно у него. Третью позицию уже занимает. Это со сложной линией вроде как герой. И Дизоль у Айсберга. Еще один какой-то слитый файт. И будет все очень плохо у МПР. Да, я согласен. Действительно, это будут неприятности. Причем очень серьезные. Но надо как-то им собираться. Гостик ворвался неплохо в миде на Айсберга. Здесь рядом есть Кентавр. Но отправляет Гостика подальше. По-моему, это был сейв Гостика. Ну, а Мепошку заколит этот Кентавр. Стан. Нужен какой-то мидат. Соло и забьет этот Кентавр. Кентавр умер все-таки. ФН за ним. Увозит, увозит. ФН увозит ФНГ. А вот на битву двух парней. С почти одинаковыми никнеймами. Подстанет еще липошка. Шок вайд. Ну, и надо осторожно быть ФНГ. Надо просто уходить отсюда. И все, разошлись. Никто не пострадал в этом файте. Блинг почти у нас оба заза. Чуть-чуть осталось доформить. И начнутся очень большие проблемы. Мне интересно, Магнус после Хасабли, что будет делать. То есть будет связано с Блинг. Или может быть Шедоу Блэйд какой-то сначала. Мы идем против Урсы. Блин, не знаю. Вот смотрим. Да, все-таки Блинг более правильным выбором, мне кажется. Так, тут летит у нас Арамлетов Мордериган для Хаоснайта. С деньгами у Хаоснайта все в порядке. Просто потому что есть Хенд оф Мидас. И Сабли на подходе. Не на подходе, а на Крикбайе, конечно же. Хотелось бы Хаоснайта, чтобы она была на подходе. Ну, посмотрим, какой файт смогут провести МПР. Наверное, все-таки после Эгиса они это будут делать. И если они сольют его, то будет все очень плохо. Да, сейчас абсолютно нет смысла им драться. Мы видим все очень плохо у Гостика. Три 500 нетворса. Его уже ФНГ понемножку догоняет по количеству денег. И Клокверку полезным сейчас быть намного-намного сложнее. Тут все теперь зависит от Магнуса. Если Магнус повесит импауэр на Хаоснайта и даст РП в четверых, то игра закончится для Спирит. Но пока вышечки падают. Крипы бегают под щитками. И Спириты понемногу-понемногу зарабатывают территориальные преимущества. Вот она, эта Урса, которую загнобили. Там уже плинг. Так, ну тут стяжка на топ. От Спиритов будут забирать. Очевидно, Т1 на топе. Или снизу, хотя задефить. ФНГ долго так прорывает эти иллюзии. А тут немножко соло забирает. Да, дефить будет немного неприятно, потому что будут в не очень хорошей позиции ребята из Спирит. Мы видим, тут Крипов еще Костик на себя забирает. И это неприятно будет. Да, Мидас собирает Клокверк. Второй Мидас будет у Империи у Клокверка. Костику надо как-то догонять, во-первых, своих оппонентов. Ну, а во-вторых, опять-таки, крипы, которые еще сильно мешают жить. Так, там в миде ловит ФНа. Возвращают. Немного, по-моему, не туда. Ну, вот побьет еще ФНа. Тут немножко айсберг, но убить Магнуса просто так не получится. Слишком мощно. Мога не получилось. Мне кажется, можно было немного подождать. Во скором этой ситуации не сразу возвращать. И, может, на последних секундах получше получилось бы все. БЗ. Так, Блинк покупает ФН. И БЗ уже с Блинком на топе качается. Тысяча голоду сверху. Будет какой-то еще Башер. Возможно, покупать. Мипошка, абузер. А, ну, еще раз. Через 7 секунд только будет диаболик. Я помню, в миде так любили абузить. Против дайверов. А, ну, смотрим, смотрим на Мипошку. Слушай, ну, есть же инпошка? Я тауэр из андератак. Ну, там... Там бэкдор. То, что по барабану. Разве там бэкдор? Да, да. Крепы далековато. Тогда, да, улетел уже отсюда. Нет смысла. Но полтавра набузил. Просто все-таки в Аганим выходит. Это будет не Башер. Хочет жить без ЗЗ. Из кучи станов выходить. Тогда уже БКП взял бы. Абсолютно верное решение. Как бы РП, Лишрак и тот же Хаус Найт. Это, конечно, с Аганимом будет намного-много проще. 4 секунды лицо залетает. Ну, там будет сложно переживать. Это все. Так что Аганим будет работать довольно неплохо. 6-5 счет. Очень мало фрагов в этой игре. Но она не становится скучной из-за этого. Опять-таки ситуация сперит понятна. Им дали в руки управление этой игрой сами имперцы. И надо как-то его не упустить. Надо как-то не перепугаться от этой радости, что ты контролируешь игру. Не знаю. Имперцы, мне кажется, зря вот этим всем занимаются. Взяли бы своего MIPA, с которым они провели кучу матчей. Все игры были легкими. Ну да, и выиграли бы. Да и все. А так может... Осложняет себе жизнь. Может что-то не так пойти. Но это любит у нас в СНГ таким заниматься. И действительно. Зачем идти легким путем, если можно пойти сложным путем? Рокет летит на топ, но какое-то собрание. Спиритов, Смоук. И Рокет не успел, по-моему, спалить. Ах, буквально секундой бы раньше прилетел. Ну-ка, хотя Фобоса он увидел. Правда, Фобос был не в этом Смоуке. Так что не знают сейчас, по сути, Team Empire, что в Смоуке команда Спириты. Будут Спириты пытаться зайти в бочину, в свой лес. Они побежали. Безезе первыми бежит. Так, ворвались на Гостика. Гостик получает в лицо Корзи Хейс. Да ладно, зачем он это делает? Вижена никакого нету. Его спасают. Его сейвят в отскор. Ну и бежать Гостику. Бежать, 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 бежать. Ну ладно, убили Гостика. Не убегает никуда. Я не понимаю, Гостик второй раз это делает. Он второй раз делает эту ошибку. Когда там в лесу перед этим файтом 0-5, когда, казалось бы, не надо бежать. Гостик почему-то ворвался и здесь то же самое. Вминди подсветили фэна и тот уходит, в отличие от Гостика. Все очень печально у Гостика. Ну, вминди догнал уже его Слардар по Нетворсу. Но у Слардара есть блинг. У Гостика пока нет ничего. Абсолютно. Темпларка 13% и вважена взяла. Ух ты. Вот это редко берут на темпларке. Обычно ксетам я видел. Да, абсолютно стандартные статы. Я думаю, процентов 90 случаев это плюс 6 ксетам. Ну вот эти миссы тоже приятная вещь. Хоть и не особо много, но бывает влетает по 2, то и по 3 миссы. Ну да, 12% немало. И неприятно это, когда ты миссуешь по ней. БКБ. БКБ у Магнуса будет после блинка. Начал уже понемножку собирать. Еще 2000 голды и надо. Вот и Гостик. Гостику нужно где-то зарабатывать экспу деньги и так далее. Так, тут у нас ФНГ. Выход был в смоке. Вышел Гостик и не получилось. По-моему, спалил ФНГ этот смок и должен понимать. Да, да, да. Уходит команда спирит. Прекрасно они понимают, что за ним идет погоня. И просто-напросто не успеет. Так-то могут и бой навязать на своей стороне. Могут, но не видно кто где и как. Все четко сделали спирит. ФНГ спалил, что там кто-то сюда будет возможно бежать. Тут же был дан скан. Моментально в этот скан наступили имперцы. И спирит перегрукировались, переждали. А теперь забирать вышечку. На ЦК, мне кажется, если честно, талант такой себе. Вот это 15 атак спида, это как перчатка какая-то. А вот маны обычно очень не хватает этому герою. Слушай, мидер с атак спид. 15 атак спида, талант. И Армлетт не дает атак спида. Или дает атак спида Армлетт. Дает, там перчатка есть в составе. Да, слушай, атак спид. 25 атак спид. Это билд на атак спид. Так там врыв пошел. Вроде как это ФНГ, Урса. ФНГ в этот раз поплатился. Что это вообще было такое? Это ФНГ далековато. Забежал немножечко. Кстати, Гостик будет ловить людей. Дальше Гостик врывается. Врывается очень хорошо. Отрезает Ванскора. Еще немножечко ударил по БЗЗ. Ванскор просто погибает в секунде. Хорошо, а ты выйдил сейчас стан у нас. Айсберг, но будут ловить Урсу. Будут ловить Урсу. Нет, Урсу убежал. Минус два. Имперцы ловят на ошибках соперника. Ну вот, на ЦК ты ультанул. Ботлан его сейчас пивают. Ультанул, дал стан, притянул. Все, маны у тебя больше нет. И что делать? Неужели 15 атак спида стоит того? Конечно, это же 15 атак спида. Это же супер круто. Просто идешь и бьешь. Быстрее качаешься. Да, быстрее качаешься. Хорошая тема. Блин, я уже озвучивал эту мысль. Надо в доте ввести возможность за 10 тысяч голды отучить все таланты и надо их переучить. Мы с Лексом вчера думали об этом. Лекс предлагал за 5 тысяч. Ну, белорусы эти... Обыдок продешили. Десятку. Надо, чтобы это дорого стоило. Очень дорого. Ну, ладно. 5 тоже неплохо. Без закачать снизу. Аганим почти есть. Остался. Осталось 1000 голды. Да, с Аганимом будет намного-намного сложнее. В драках. Понятное дело, что покусить... Покусить его не будет вообще. Потому что нет смысла абсолютно никакого. Будут стараться, наверное, разбираться так же, как и в прошлой драке. Саппорта, в первую очередь, Клакверк пытался туда-то ворваться. Не получилось это сделать. Вот Чаппи нашел Кентавра. Кентавр нашел Чаппи. Разборки. Крипы, которые бегают по всей карте с Айншелом на голове, они мешают. Ой-ой-ой. Вот это интересно. Может быть, хорошее нападение. В НГ. Возвращают кого? Чаппи. Эдмис. Хорошо. Очень хорошо. Ну, и теперь надо раздевардить. Моментально майкует Чаппи. Почему меня здесь видеть? Поймали еще и быстро убили Мипошку. Ой, извините. Да, и это все благодаря тому, что здесь был Вижен. Вот, стоит Вард, который показал все. Сразу же надо раздевардить свой Лес имперца. Тут еще Рошан сейчас появится. Через минуту буквально. На топе что-то еще планирует ФНГ. Далеко слишком своей команды. Ну, там рядом есть. Есть тиммейт рядом. Есть рядом у нас Дарксир. Врывается он Гостик. Гостик. Очень больно Гостику. Здесь же Мипошка пытается помочь. ФНГ должен сгореть. Да, ФНГ сгорел. Мипошка делает тэпаут от Фобоса. И у него это получается. Гостик бы хоть взять. Гостик. Голема. Замедасировал этого Голема, который закрыл ему проход. Помедасить этого Голема еще хуже. Там появляются два, которые тоже накидывают эти камни. Так, ФН дает РП для того, чтобы выжить и уезжает от Айсберга. Но больше шансов выжить у него здесь не было. Он прекрасно это понимал. Но в итоге мы видим, потрачен. Ну, БКБ. Ну, а толку с БКБ? Так, Ингар прячет. Ну, вот теперь, ааа, ребятки. Ага. Блинг аут. Я подумал, может быть, он развернется и наваляет вам. Когда нет, был Кеймбара. Нет, там еще команда подтягивалась. И под чужим ХГ совсем уже наглость Рошан появился. БЗ без маны это не очень хорошо для Спиритов. Ну, далековато, далековато отсюда Эмпайр. И Рошан упадет слишком быстро. Под коррозив Хейзом, под изолятором. Слишком, слишком, слишком быстро он падает. Минус 18 армора. И не успевает ничего сделать Эмпайр очередной. А Рошан для Спирит. Спирит все еще неплохо себя чувствует в этой игре. Все еще ведут в этой игре. Ну, и Перцы не очень хорошо справляются с этой ролью ведомых. Когда они не лидируют. Когда им надо искать какие-то варианты, какие-то опции. Как-то придумывать, что куда и как. Ну, и у Гостика игра явно не ладится. Мы видим не то, чтобы Аплейнер его команды соперника обгоняет. И обгоняет уже свои саппорты. Аплейнер команды соперника в два раза имеет больше денег. 6 тысяч плюс 12. Ну, импайр все очень плохо. Сейчас еще могут идти с этим Айгисом забирать вниз. Т1 до сих пор стоит почему-то у имперцев, несмотря на преимущество Спиритов. Хотя посмотри, по Нетворцам догоняют. 4 тысячи всего и 2 тысячи экспириенса. Это вообще не преимущество. Как на 25-ую минуту. Это, ну, не знаю, ладлаура. Если Спириты не будут ничего делать, все так же будут пассивно бегать. Ага, ждать, как они сами придут. Ну, тут есть вижен. Об этом знают же имперцы. Они знают, что их тут убивали. Они знают, что здесь глимсовали. Чапи. Ну, мипошка, до свидания. Ты был нам другом, но недолго. Гост еще есть, еще погорит. А, он так решил. Растанет, может, людей. Ну, БЗЗ спокойно зарабатывает. Доминейтинг уже у БЗЗ. Там ЦК очень много набирает. Он купит скоро Тараску и будет нелегко его убить спиртом. Минус армор все равно имеется, но все равно, да, Тараска. Тараска – это страшная сила. Так, ну, не поймал Кок. Единственное странное решение от ФНа, то, что именно он решил покупать Кирасу. Я думал, оставит это на ЦК. ЦК-то все-таки надо уплотняться как-то? Ну, может быть, это просто сейчас лежит Кикбай. Да, Тараска тут на подходе. Может, Тараска передумает? Смог. Да, без Вижена. Не видели об этом, не имею в виду. Спирит, не знают. Понятия не имеют, что идет к ним команда Эмпайр. И это очень хорошо, потому что Темпларка не с ними. Темпларка не с ними. Бьют здесь Тавр, ребята, и Спирит. Надо им уходить. Да, уходят они от флешки. Бросают. И Смог не удался. Смог не удался. Смог не удался, по-моему. Бишара появился. Юр. Бишара становится довольно крутым героем. Так, ну и что? ФНГ не надо. ФНГ не надо. Ты в секунде умираешь. Хочет заинфицировать. Смотри, как он бежит. Что это? Совах на Мельдонии. Успокойте его. Ушел Совах отсюда. Ну, ничего не получилось в итоге у имперцев. И забирают их Т2. Ну, черт его знает, если честно. Вышли бы они на Егис. К ним даже не на ХГ идут. Ломают всего лишь Т2. Против Егиса не очень приятно сражаться. Единственное, там БКБ какого-то не хватает на ТАшке. За счет эффекта неожиданности, опять-таки, мы понимаем, что надо драться. Ну, если Егис, так что? Егис в Урсе всегда будет. Ловить эти моменты очень много времени отдают они. Хотя, с другой стороны, у них есть два Мидаса. И они работают. Гостик понемножку разгоняется. Вот уже 7200 у него. То есть Мидас что-то дает. Чапи тоже неплохо за счет Мидаса себя чувствует. Тараски приближается. Но проблема-то в том, что им сейчас будут ломать Т3. Действительно, решили по топу пойти в итоге. Я думал вниз будет Т1, Т2 попытка забрать. А тут прям на Т3 нападают. Не слишком ли нагло? Хочется забрать Т3 так быстренько издалека. За счет того, что не будут особо драться импец из-за него. Внизу врыв. Ой, как хорошо, ой, как хорошо, ой, как хорошо. ФНа. Сейвит. Срятали. Ну и уйдемайк потрачен никуда. ФН, ФН включает БКБ. Чапи. Чапи очень лок Б. Нажимает ульту. Вообще бесполезное. Ну и ты знаешь, Айсберг может добить. Айсберг может добить Чапи. Чапи едва живой. Отпили Шрайн. Айсберга зажали. Это минус первая жизнь. Притащили сюда еще ФНГ. Разорвали его. Ну и теперь у Айсберга могут быть траблы. Но нет у Чапи Айсберг. Айсберг жив. Айсберг забирает одного Айсберг. Забирает сейчас Гостика. Гостик едва живой. Гостик пытается драться до конца. У БЗЗ могут быть проблемы. БЗЗ уйдет отсюда. БЗЗ уйдет отсюда. Айсберг с лоу граунда по мипошке. Можно было бы еще и мипошку забрать. Шикарно сыграно. Двух корт-героев убивают. Теряют только Аэгис и ФНГ. И у Спирит все великолепно. Ну и имперцы все очень плохо сделали в этом файте. На совсем лоу хп Чапи нажал ульту. То есть его люди вообще были бесполезны. Метально развалились. ФН дал своего друга ФНГ. Одного только РП. Ну да, давайте РП только в одного Сардара еще и привозим. Ой-ой-ой-ой, Кингар спрятался. Так не работает. Гостик, Гостик. Тут же глимстанули его. Опять-таки засейвили. Мипошка пытается гореть на БЗЗ. Мипошка едва живой. Айсберг. Айсберг. Проблема у Айсберга. Есть ветра. Мипошке надо успеть дать стан. Хоть что-то. Мипошка погибает. Не успеет ничего сделать. Но Кингар тут погибает от Айсберга. Айсберг уходит отсюда просто. Меликолепно. Да, саппорта побивали. Претендую Иван скоро. Чапи без ульты. Чапи. Он мог и поплатиться за это. Возвращают его. И бить. И бить. И бить Чапи. Минус Чапи. Минус Гостик. Даблкил Гостик дальше тоже может отъехать. Айсберг должен добивать. Еще два удара. И... Молда не хватило. Урна. 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 Есть. 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 Спокойно. Все. Спокойно надо продолжать спирит. Давить. Забрать Т3. И по одному пытаются сейчас на кипише как-то имперцы защищаться. И очень много денег зарабатывать на этом спирите. Они никого фактически не потеряли. Потеряли только Аэгис и ФНГ уже очень-очень давно. А наубивали уже, не знаю, фрагов 6 сделали они здесь. Т3 упал. Можно будет бить Шрайны. Можно забирать мид. Нет. Чапи. Еще 23 секунды. ФН. Порвались. В Айсберга. РП отменяет ФН. Увозит Айсберга подальше. Ага. Великолепно. Ой-ой-ой-ой. ФН. ФН. Это провал. Это провал. БЗЗ прыгает на ФНа. У него Блэкинг Бар. БЗЗ едва живой пытается уйти. Но пипошка выживает здесь. ФН пытается добить хоть кого-то. Не добивает даже Ванскора. Все живы. Поймали Айсберга. Как они живут просто? Как же они живут? Очень все криво делают. Не поверил себе ФНГ. Постанял бы соло убил это в Рената. Ванскор где-то там умер. Заблудился. Так. Тут принимал его на Айсберга. Ульт. Великолепно. Как же все криво делают Эмпайр. Я не знаю, что произошло с ними за этих полчаса. Чтобы, не знаю, полчаса назад они играли на первой карте просто великолепно. Первые 10 минут на этой карте они играли великолепно. А сейчас разладилась игра. И спириты пользуются этим. Создается такое впечатление, что Эмпайр умеют только побеждать, если доминируют с самого начала. Если у них что-то пошло не так, то они теряются. Не знают, что им делать. Да, и начинается неприятность. Выйдем 12 тысяч голды. 8 тысяч экспирит. Сопреимущество у спирит. И невероятно страшная темпларка. Темпларка просто нереальная. Ой-ой-ой. Там уже доедалось. Ну, это череп-череп гроб смерти. Это просто забей. В кого бы она не влетала, там выжить нереально. Диффуза у Урсы. Мы понимаем, что это огромная проблема для Мипошки. Мипошка теперь не сможет прятаться в ГОСТ. И БКБ следующим словом хочет купить БДЗ. Что делать? Непонятно, что делать. Абсолютно непонятно. Спириты будут ждать, вероятно, следующего Рошана. И это будет правильное решение. Эмпайр, я такое чувствую, что не знают абсолютно, что им делать. Будут сидеть на базе. Как они в Питером сейчас это делают. Тупо в Питером сидят на базе. Ни фармят, ни какие-то попытки в Смаке пойти. В спину обойти спиритов. Страшно, опять-таки. Ну, а что делать? Опять-таки, я не понимаю, что проигрывают очень сильно. Несмотря на то, что у них два Мидаса. Отыграться в ближайшее время не получится. Они знают, что пойдут спириты. Они понимают, что надо как-то завордить подходы к Рошану. Потому что логично, что спириты будут ждать Рошана. Но спириты Рошану не ждут. Спириты пойдут, заберут Шрайн. Пойдут, заберут Т2. Они одновременно это вообще делают, забирают и Шрайн, и Т2. Кем у Лешака откуда-то взялся? Последняя надежда. Импера, думаю, понимает, что это игра последнего файта, может быть, для них. Так, иду дальше на Т3. Надо стянуть сюда всех имперцев. И имперцы вообще осознают, что им Т3 будут бить? Или они думают, что все обойдется? Ну, я думал, что и после Т2 уйдут на Шрайн. Потому что там два героя стояли прямо возле Шрайна. Но мы видим, действительно решают спирит заходить на Т3. Почему бы и нет? Если никто не мешает, Кираса есть у ФНа. ФНГ оборвался, не попал стана. Рифт промазали. БЗЗ. Надо нажимать ульту, ходить. Ой, как хорошо. Фобос стягивает неплохо, стена. Ну, Фобос тут проседает очень сильно. Правда, великолепный ультимейт от Ванскора. Но никого не смогли пока убить. Имперцы все живы. Есть РП в одного Ванскора. Ванскора убили. Ванскор уже все выкастывал. Там Чапи умирает. Чапи с байбэком. Чапи байбэк. Тут же делает байбэк. БЗЗ проблемы. Его развалили. Мипошка умрет. Здесь ФНГ. ФН продолжает драться с Айсбергом. Айсберг, она как-то. Боже, Айсберг, Боже. Какой дэмбэдж. Айсберг, остановите его кто-то, пожалуйста. Гем отвоевали. Ну, по сути, можно еще что-то пытаться тут сделать. Ну, пять в два. Тут надо выигрывать игру. Выбивать еще байбэк. Сейчас надо у Гостика. Стенка стоит. А почему вы ушли? Байбэк она широка всего лишь. Ребята, а почему вы ушли? Давайте на хайграунд. Там два героя. Там нет байбэкового ФНа. У Айсберга криты по полторы тысячи. Заходи и убивай. Если они бьют ЦК, Чапи без броней. Три удара. Какие красные цифры там вылетают. Как же это было больно. Гостик, Балда. Пошка не падает с таном. Гостик, Блэдбэнл. Тут срочно надо быть. Ну, рефракшеном можно. Раз, два, три. До свидания. Буд гейм. Балдплейд. 1-1. Спирит молодцы. Спирит молодцы. Все, мне нужно добавить просто нечего. Не, есть че. Имперцы большие не молодцы. Почему не взять своего мипа и не провести уверенную игру? Ну, это во-первых. А во-вторых, как ты правильно сказал, почему они так все криво начали делать? То есть, первых 10 минут игры были просто великолепны. Счет 4-0. Шикарно. Они переигрывали полностью. Они заставляли двигаться Урсу по линиям. Они прогнали ее наверх. Они програли потом...